О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. Я Дарья Вершилинко, здравствуйте. Европарламент проголосовал за механизм временного приостановления без виза ЕС с третьими странами, большинством голосов. Именно с ним связывают возможность свободного въезда в Шенгенскую зону для наших граждан. Украинские власти неоднократно заявляли, что страна выполнила все 144 условия для без виза. Визовые требования могут восстановить в случае резкого увеличения нелегальной миграции или необоснованных заявок на предоставление убежища, недостаточного сотрудничества по возвращению мигрантов, угроз общественной или внутренней безопасности стран ЕС. Решение еще должен утвердить Совет Евросоюза. Киев освободит 15 человек из обменного списка. Их передача – акт доброй воли, чтобы ускорить процесс обмена заложников. В списке тяжелобольные, пожилые и шесть женщин. В течение нескольких дней они вернутся домой. Украинская сторона готова передать и других из обменного списка. В нем 228 фамилий. И сделает это до новогодних праздников в обмен на освобождение боевиками людей. Некоторых из них удерживают уже по два года. Украина настаивает на возобновлении процесса обмена. Сегодня мы знаем о 58 украинцах. Где они? Где они точно находятся у боевиков. Мы говорим, мы готовы передать 228 человек. Это не я говорю, это говорит Служба безопасности Украины, которая по каждой фамилии прошлась и сказала, обмен возможен. А тут это невозможно. Есть такие статьи, по которым нет амнистии, по которым нет помилования. Это очень кропотливая работа. Мы готовы наших ребят встретить, забрать, привезти, пролечить. Разблокируйте этот процесс. Среди военных в эти сутки на Донбассе без потерь. Один мирный гражданин погиб, один был ранен из-за военных действий. Также в Марьинке после взрыва снаряда получил ранение местный житель, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. Боевики и дальше применяют запрещенное Минском тяжелое вооружение. На Луганском направлении одиночные провокации в Попаснянском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах. Вблизи Крымского боевики стреляли минами. На Донецком направлении под огнем Луганская, Троицкая и Авдеевка. Там выпустили больше 30 мин. В Авдеевке бойцы были вынуждены открыть ответный огонь. Мариупольское направление. Сохраняется широкая география обстрелов и наиболее частое применение тяжелого вооружения. Так, оккупанты открыли огонь из артиллерии и минометов при городе Докучаевска, а у Широкина и Лебединского стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра. Всего на участке противник выпустил 14 мин и 8 артиллерийских снарядов. Прекратите убивать мирных жителей в Алеппо. С таким требованием вышли украинцы к российскому посольству в Киеве. Несколько десятков людей требовали остановить бомбардировки и дать возможность эвакуировать мирное население. От Верховной Рады, Евросоюза и Соединенных Штатов принять дополнительные экономические санкции против Кремля за нарушение прав человека. Забор посольства активисты обклеили постерами и фото с кадрами трагедии, снимками сирийских детей, которые были ранены во время атак на Алеппо. Мы вышли сегодня, чтобы показать сирийцам, что мы солидарны с ними. Мы пришли призвать Евросоюз и мировое сообщество, чтобы они не рассчитывали на силу слова, а действовали. Мы можем как минимум сделать коридор для гражданских, чтобы они просто были живы и растили своих детей. Украина и Европол договорились об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Документ в Нидерландах накануне подписали глава МВД Арсен Аваков и директор правоохранительного органа Роб Уайнрайт. По словам Авакова, наша страна шла к этому 12 лет. Соглашение даст возможность участвовать в совместных полицейских мероприятиях, обмениваться информацией в рамках уголовных производств, устанавливать местонахождение преступников, создавать международные совместные следственные группы. Обмен данными с Европолом будет идти через защищенную линию связи, важные направления, борьба с киберпреступностью и террористическими угрозами. Договор, которому Украина шла 12 лет и который предполагает очень много позитивных позиций для нас, для Украины, как шаг вперед в единении с европейскими ценностями и европейском понимании порядка, и как шаг вперед для досконалований наших ключевых визий. Больше внимания детям и перераспределение финансов в пользу приоритетных видов спорта. Национальный Олимпийский комитет Украины подбил итоги года и проанонсировал, в каком направлении двигаться дальше. Юношеская зимняя Олимпиада. Выступление украинцев на главных играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро. Главные события, которые анализируют на Генассамблее Национального Олимпийского комитета. Руководство НОК хвалит работу СМИ, правда, как сказал Сергей Бубко, благодаря зрительскому интересу спортивные новости на ведущие каналы, к сожалению, не вернулись. А чтобы через четыре года было о ком говорить и радоваться результатам, сейчас работают в направлении приоритетных видов спорта, так как на всех денег не хватит. Бюджет не позволяет сегодня закрыть все, поэтому необходимо решить вопрос приоритетных видов спорта. Внимание нужно сосредоточить на тех видах, где есть традиции, специалисты, инфраструктура и опыт готовить спортсменов высокого уровня. В вопросе о приоритетности в НОКе не забывают о юных талантах. Детские олимпиады важны, как этап подготовки будущих звезд. Поэтому младших спортсменов в обиду не дадут, экономить на них не будут. А кто будет в 2024 году? Кто придет на смену нынешним спортсменам? Если мы сегодня не будем это поддерживать, тогда мы в один день, когда откроем глаза, увидим, что никого у нас нет. Итоги выступления наших спортсменов в 2016 году на Генеральной ассамблее подбили. Теперь начинаем планировать результаты следующих игр. Зимние олимпиады в Пхенчхане. А до нее остался всего год. Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, UATV. В Украину прибыл Вифлеемский огонь. Местным пластунам на границе его отдали польские харцеры. Привозят пламя из Палестины австрийские скауты. Именно они начали эту традицию, поскольку вифлеемский свет распространяют дети, его еще называют огнем мира. Подарками, сладостями и калятками польские харцеры приветствуют украинских детей. Так сообщают о приближении Рождества. В детских руках лампадки с вифлеемским светом. Его из Палестины привозят австрийские скауты. Передают своим польским друзьям. Это очень важно, поскольку символизирует рождение Иисуса. И мы рады, что можем передать этот свет украинцам. Вифлеемский огонь улучшает душевное состояние человека, помогает в тяжелые минуты жизни. Именно австрийцы основали традицию передачи вифлеемского огня. Они и назвали его светом мира и покоя. В 1986-м инициаторами выступили телевизионщики, а скауты подхватили идею. Сначала огонь был символом надежды и веры для детей с особыми потребностями и призывом творить добрые дела накануне Рождества. Вифлеемский огонь мира символизирует и для нас, и для украинцев любовь, единство и понимание между людьми. Он дает нам веру и силу к жизни, к построению отношений, в частности отношений семье, которые базируются на понимании и доброте. Свет, который мы держим в руках, эту Божью благодать, он придет в наше государство, в нашу Украину и на восточных рубежах. Все-таки воцарится мир. Мы молимся об этом. Среди тех, кто встречает Вифлеемский огонь, военные капелланы. Они повезут его бойцам на передовую, как символ духовной силы. Мы повезем туда, где это нужнее всего, где есть наши капелланы. Это Маренька, Красногоровка. Заедем в 14-ю бригаду, которая дислоцируется на Луганщине. Счастье на Вайдар, где тоже наши ребята. Этот огонь мы повезем, чтобы он оберегал и принес на восточные земли мир. Мы первые. Отсюда этот огонь мира, Вифлеемский огонь, будет распространен по всей стране. Надеемся, что это последний огонь, который передается, когда в нашей стране война. Что в будущем он будет праздничным огнем, который будет дарить мир. А пластуны передадут огонь в храмы и раздадут всем желающим, чтобы вера в мирное будущее только укреплялась. Маргарита Харунджи, Андрей Гнатюк, Волынь для ЮЭй ТВ. Пусть огонь веры никогда не гаснет и в наших домах. ЮЭй ТВ всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова